Друзья, привет! В общем, сначала хочу сказать, что у нас случился небольшой фейл с нашей CD-картой, поэтому, в общем, мы сейчас уже с вами посмотрим на готовые наши ящики. Вот, если что-то удастся достать, я фотки вставлю, как мы все это делали. Ну, в общем, давайте о хорошем. Это наши внутренние рундуки, наши внутренние ящики. То есть здесь добро пожаловать к нам в прицеп уже. Сюда мы будем складывать наши трусики, носочки и все другое, в общем, что нам нужно будет. И, как вы видите, у нас есть супер задумка. Та-дам! Можно повесить две курточки. Две курточки влезают с этой стороны, две курточки влезают с противоположной стороны. Чтобы вы понимали, ну, где-то вот здесь будет дверь. Вот, в общем, заходите, все свои куртки повесили, и, в общем, все будет чудесно. Почему мы решили, в общем, сделать что-то с вешалками? Потому что, сами понимаете, что ездить придется в разных погодных условиях. Не всегда это будет лето. И поэтому нужны какие-то ящики, рундуки, куда можно будет складывать грязную обувку, грязную одежку, и, в общем, чтобы все это на нашем спальном месте не валялось. Вот, в общем, как вы можете заметить, некоторые люди узнают, что это такое. На самом деле, это в магазине за пару евро купленные ножки для кухонных столов, которые мы, в общем, приспособили в качестве вешалки. Стоят они реально очень-очень недорого, и, по-моему, выглядят очень, очень даже здорово здесь. Вот, дальше показываю вам два наших ящика. Раз и два. С такими кругленькими дверками. В будущем здесь будут дверки открываться. Они будут, ну, просто кверху. Здесь будет система, которая на магнитике, на защелочке. Мы потом покажем вам тоже отдельно. Вот. И вполне вероятно, что мы здесь еще сделаем такую чик-штучку. Сейчас я надеюсь, что у меня получится. В общем, вот так, наверное, где-нибудь будет еще полочка, чтобы, в общем, вещи, ну, были в более-менее относительном порядке, насколько это, в принципе, возможно с двумя маленькими детьми. Ну, и плюс организация пространства, конечно, тоже важна. Поэтому вот так это выглядит. Как видите, имеют очень такую кругленькую, красивую форму наши ящики. Сделано это специально для того, чтобы, в общем, все было гармонично смотрелось вместе с формой нашего прицепа, который тоже сам весь такой кругленький. Поэтому кругленькие ящички, кругленькие дверки, кругленькие замочки. И, в общем, все в этом же духе. Вот. Сейчас покажу вам, что у нас там с другой стороны. И пойдемте на кухню сходим. Ну и вот. В общем, это другая сторона нашего модуля. Должна сказать, что вообще-то вот эта штука в прицепе, вот этот вообще модуль рундук-кухонные шкафы, самые тяжелые вообще, мне кажется, во всем нашем, во всей нашей конструкции, что касается именно задней части прицепа. Прицепа, и он, конечно, будет нам уравновешивать наш прицеп, но поднять это очень-очень трудно. Хотя мы облегчали-облегчали, вырезали-вырезали, но все равно килограмм 90 эта штука точно весит. Так вот, в общем, возвращаясь к нашей кухне. Собственно говоря, сейчас вы видите заднюю часть прицепа, кухню. Вот это шкафы будущие, куда будет вставляться посуда. То есть это то, что, ну, грубо висит на попе, прямо скажем. Вот здесь мы еще не прорезали двери, и это, надеюсь, наша карта нам даст показать. И у нас есть такой шаблон, который мы сделали. Сейчас покажу вам, как будут дверки выглядеть. Вот. Чтобы вы понимали, шаблон это вот это. Кругленькая штука. Вот. В общем, по этому шаблону мы прорежем три двери. Раз, два, три. Они тоже, как видите, такие кругленькие, все чудесные. Также точно будут открываться, как и тот, те ящики, которые я вам сейчас тут до этого показывала внутри. То же самое кверху, потом чик на магнитик, и все, до свидания, тарелочки. Вот. Внутри достаточно вместительные ящики. Туда, мне кажется, вообще всю кухонную жизнь можно вместить. Вот. И прорежем, покажем, как устанавливаем, как чего делаем. И в будущем здесь будет вот три кухонных шкафа, в один из которых, может быть, даже холодильник засунем. Ну, там посмотрим. Дальше. Сейчас я вам покажу, как вообще что делалось и чего вообще там было дальше. Сейчас еще по бокам вам тоже покажем. Но по предыдущему, не ролику, а по предыдущему, в общем, кадру вы, наверное, видели, что вот эти как раз штуки, вот которые вы здесь видите, они единый срез имеют вот с теми ерундуками, которые будут внутри нашего прицепа. И, собственно говоря, это еще больше нашу конструкцию делает более стабильной. Также вот там сбоку и вот здесь по бокам тоже вот эта штука будет держать вообще всю эту конструкцию на нашем прицепе и еще больше его стабилизировать, потому что, собственно говоря, будет прикручиваться к стенкам нашего прицепа и все это прям чик, и поехали с миром. Вот. Сейчас перевернем его еще раз и покажем, что там внутри. Будет уже более понятно, как мы его склеивали. Ну вот, в общем, перевернули мы обратно нашу деталь. Сейчас, чтобы вы понимали, это вид сверху, грубо говоря. То есть вот здесь идет крыша. Вот это глубина наших шкафов на кухне. Как вы видите, они реально гигантские. То есть туда можно, наверное, будет все макарошки сложить на целый месяц. А это наши рундуки, которые уже внутри, куда мы трусики и носочки складываем. Как вы видите, как состоит вся конструкция. Вот, как я уже говорила, идет конструкция от самого начала наших внутренних ящиков до самого конца наших ящиков, которые на кухне. То есть конструкция прямо очень стабильная. Сделано это специально в таком виде, чтобы, в общем, ничего не развалилось у нас в процессе. Хочу сказать, что использовали мы только те материалы, которые закупали изначально. Ничего нового не покупалось. Вырезается все из того, что есть. Из тех, как бы, кусочков и остаточков, и обрезочков. Стараемся использовать максимально то, на что потратили деньги изначально. Ну, во-первых, потому что отходы, в принципе, дело такое. Вот. Дальше, в общем, как вообще вся эта история устроена. Вот здесь будет сверху крыша. Здесь дополнительно еще мы всю эту конструкцию облегчили. То есть вырезали 23 миллиона дырок в ней. Прорезано. Здесь дополнительно, внутри, вот здесь под клеем, дополнительно есть еще конопля наша любимая. Потому что утепляем процеп мы максимально, насколько мы можем. Обклеено все это нашей облицовочной фанерой. Если вот вы видите, здесь идет толстая фанера. И сверху тоненькая-тоненькая штучка. В общем, наклеить которую очень-очень сложно, на самом деле, из-за формы такой обтекаемой. То есть это 20 тысяч струбцин и миллион нервных клеток, на самом деле. Но получается, в итоге, как видите, очень красиво. Вот. Отдельно скажу, что вот здесь дополнительно будет усиление. То есть это все будет прикручиваться на огромные болты к стенкам нашего прицепа. Все будет очень стабильно. Чтобы в дороге, на трясущихся всяких бездорожных дорогах, ничего у нас не отвалилось неожиданно. Вот. И еще сейчас вам расскажу отдельно про эпоксид. Которым, в общем, мы собираемся наши все эти стенки покрывать. Вообще история с эпоксидом у нас была очень интересная. Мы посмотрели множество видео на ютубе. Поскольку, хочу вам сказать, что мы, разумеется, не придумываем все это сами. Ну, то есть мы не все сами придумываем. Мы берем идеи откуда-то, подстраиваем их под себя. И, конечно же, мы тоже смотрим обучающие видео. Потому что мы не профессионалы, как вы знаете. И, в общем, про эпоксидку мы посмотрели миллион видео. И на каждом из них было красной линии. То, что вам нужны маски, вам нужны скафандры, костюмы. В общем, чтобы работать с этим супер токсичным материалом. Потому что воняет она, как, в общем, невозможно кто. И даже одно видео мы смотрели, как делали... Один из ютуберов делал, в общем, по-моему, дверную ручку или брелок он делал. Залил эту эпоксидку, в общем, близко к ней работала. В итоге реально отравился. То есть, без шуток. Ну, кто знает, тот знает, что материал токсичный. Что сделали мы? Пошли в интернет искать этот эпоксид. В общем, чтобы сверху покрывать наш прицеп. Нам его, вообще-то, и сверху целиком надо будет тоже этим же всем прокрывать. В общем, вот так это все выглядит. Будем показать, какого цвета все это будет. Вот так. Надеюсь, там все сфокусируется. В общем, все красиво, чудесно и замечательно. Но эта штука ничем не пахнет. То есть, видите, лизать не буду. Вот, но я вам клянусь, что не пахнет вообще ничем. То есть, у меня лак для ногтей, которым я, в общем, мучаюсь каждый там несколько недель. И то сильнее пахнет, чем эта штука. Что, в общем, крайне удивительно. И, если честно, мы вообще не знаем, как еще эта штука работает. Мы только сегодня намазали там на одну деталь наверху. И посмотрим вообще, что из этого получится. Но вот такие две боди. Да, то есть, сама смесь, отвердитель в пропорции 2 к 1. Все как, в общем, по книжке. Не знаю. То ли это супербиологический эпоксид. Что, в общем, само по себе оксюмарон в одном предложении. То ли, в общем, мы непонятно, что купили. Но нам написано, что это эпоксид. Да, то есть, там бумажка есть. Написано, как разводить. Написано, как затвердевает. Написаны там все элементы. То есть, все чудесно должно быть. Посмотрим, что получится. В общем, может быть, мы нашли нетоксичный материал. Если что, потом поделимся с вами, как он называется, где взять. И вообще, если вам будет интересно, мы вам расскажем. Какая-то супербиологическая штука неожиданно на нас упала. Прям вот реально странно. Вот. Покажем потом, что в итоге получится. Так, ребят. Сейчас будем выпиливать двери наших чудесных ящиков на нашей суперкухне. Вот. Покажем вам процесс. Покажем вам процесс. Покажем вам процесс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, наступил вечер, день уже кончился, снимаем ночью. Вот, в общем, мы вырезали наши двери для ящиков на кухне, вот так они выглядят, как я и говорила, они такие супер кругленькие, супер чудесные. Вот наши дверки Вот так они выглядят Тоже суперкругленькие И вот так они будут Смотреться Вот так И вот так, соответственно, кверху Будет открываться дверка Магнитик ее закрыл Вот, возвращаясь к разговору Кстати, об эпоксидке Которые мы начали с вами чуть ранее У нас уже подсох наш образец Сейчас я вам покажу, где он Вот он Вот так выглядит Покрытая эпоксидом Дверь от шкафчика Нашего рундука, который С другой стороны я вам показывала И вот такого цвета, смотрите, на контрасте Как смотрится будет В общем-то, весь наш прицеп, вся наша мебель Прицеп и снаружи будет такого цвета Потому что он тоже будет покрываться эпоксидом И внутри он тоже будет точно такой же Но он будет еще более такой стеклянный Блестящий, потому что на самом деле Мы будем несколько слоев покрывать В несколько слоев эпоксида Всю нашу И мебель, и все на свете В общем, смотрите, такая Всю текстуру дерева видно Да, как красиво сразу Прямо дорого-богато Все это выглядит Вот, по-моему, вообще супер здорово На самом деле, ну, все уже высохло Не пахнет вообще ничем То есть он как ничем не пахнет Так ничем и не пахнет Если кому-то интересно, чем мы пользовались Мы можем Пишите в комментариях Мы вам ответим, как называется Где взять Если вдруг не знаете, где достать Мы вам подскажем Потому что вообще-то очень Интересный эпоксид И, если честно, я такое вижу вообще первый раз И с таким сталкиваюсь первый раз Чтобы он был не токсичный Чтобы он не пах И при этом был эпоксидом Посмотрите Вот здесь, если на камере Сейчас я вам покажу Вот видите, где склеено Да, то есть эпоксид По своему составу Похож на клей, который мы клеили И он, на самом деле, его подрастворил Ну, то есть не в плохом смысле А в хорошем То есть он настолько глубоко Проник внутрь нашего дерева И так хорошо там сработал Что, в общем, на самом деле Учитывая, что он похож просто на Желе для обмазки тортиков Как бы это вообще очень удивительно Но, тем не менее, вот такой материал Я сейчас уверена, что будут комментарии на тему О, боже мой, вы динозавры Все давно таким работают А вы только нашли Но, ребят, что есть, то есть Вот, нашли такой чудесный материал Так вот у нас получилось И вот могу вам показать Что дверки наших рундуков внутри Будут такие тоже Чик, чик Так все будет красиво И вот на контрасте вот такого Все будет цвета Вот, на сегодняшний день у нас закончен Сегодня мы работу завершили Надеюсь, у вас день прошел хорошо Желаю, чтобы завтрашний день у вас тоже был чудесный И послезавтрашний, и дальше, и дальше Вот Подписывайтесь на наш канал Ставьте колокольчики, лайки Пишите обязательно комментарии Нам очень интересна вообще обратная связь Вдруг кто-то тоже этим же сейчас занимается Или собирается заниматься Мы там смотрим разные интересные каналы Людей, которые уже там Или прошли этот этап Или тоже там Сейчас проходит у нас В рекомендуемых есть Тоже интересные Всякие разные истории Смотрите И Надеюсь Скоро мы с вами увидимся Дальше в прогрессе Того, что мы будем делать Пока Субтитры сделал DimaTorzok